приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины или же перефразируем как сказать кому сейчас нужна недвижимость послушал опять же в интернете новости из прошлой жизни сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города одесса я сразу же отвечаю на вопросы недоумленные которые пишут кому нафиг нужно сейчас это твоя недвижимость я абсолютно согласен с вами но я как так сказать человек оптимист я точно знаю что рано или поздно военные боевые действия заканчиваются люди возвращаются к мирной жизни возвращается покинутые дома и квартиры дай бог чтоб эти дома и квартиры остались неразрушенными естественно встает вопрос о стоимости этих активов активов которые в общем-то принадлежат украинцам поэтому мы продолжаем и я в том числе компания лим консалтинг продолжаем информировать вас о том что происходит на рынке недвижимости украины рынке жилой недвижимости очень кратко расскажу о мониторинге как это все происходит алгоритме чтобы понимали на сегодняшний день работают все ведущие интернет порталы сайты которые на тот который публикуют информацию о предложениях на рынке недвижимости мы агрегируем эту информацию или проще говоря собираем по определенным алгоритмам раскладываем в соответствии с административно-территориальным делением украины ну и в итоге у нас получается некая средняя стоимость квадратного метра сразу же друзья скажу вам времена боевых действий это некая эфемерная величина которая очень может сегодня быть вот таковой завтра меняться то есть недвижимость сейчас чтобы было понятно не стоит ничего зачем мы это делаем эфемерная величина которая характеризует по большому счету не стоимость недвижимости украинской а настроение людей которые отражаются в виде вот тех цифр которые мы наблюдаем то есть работают интернет сайты по городу одесса было выставлено всего лишь за если вы помните с 24 числа началась война по 1 марта было выставлено немного но это порядка 10 тысяч объектов жилой недвижимости в принципе это живые люди которые живые люди которые продают или пытаются в виде предложений так сказать если не реализовать свои фантазии почему потому что понятно что ближайшие несколько месяцев о продажах на рынке говорить не придется но вот эти настроения они присутствуют видео так сказать для тех цифр о которых мы сейчас будем говорить которые нам предоставляет компания лим консалтинг давайте в общем то переходим к цифрам буду стараться говорить быстро рассказывать о том о чем сейчас как я уже сказал это не актуально недвижимость для многих людей люди просто выживают хотят остаться живыми здоровыми и так видим не что перед нами город одесса в разрезе административных районов говорим о классе социальное жилье период исследования всего лишь в месяц это январь февраль месяц сразу забегая наперед скажу что изменение стоимости произошло буквально за последние четыре дня четыре дня имею ввиду 24 число по 1 марта то есть это настроение одесситов которые в общем то являются продавцами своей недвижимость мы видим что больше всего по дешевелом недвижимость желая вторичный рынок в суворовском районе минус 0,73 процента в абсолютных цифрах это 683 доллара за квадратный метр меньше всего по дешевелом приморском районе минус 0,52 процента в абсолютных цифрах девятьсот пятьдесят долларов за квадратный метр давайте поговорим что происходило с недвижимостью которая относится квартирам комфорт бизнес эконом класса это жилье построена период уже независимой украины естественно это более комфортные комфортные квартиры с большими метражами общей жилой площади это среднее арифметическое число мы видим что в у нас на феврале стоимость по трем классам достигла 1015 долларов за квадратный метр что показало нам динамику снижения минус 0,39 процента следующим слайдом поговорим о первичном рынке я вот с первого января в общем то как обещал своим зрителям вы видите как все поменялось как меняются наши планы первичный рынок хотел говорить о эконом классе о бизнесе комфорта элит все это отдельно сегментировать его ну буду продолжать какое-то время почему предложениях которые мы наблюдаем по интернет порталам присутствует первичный рынок то есть это опять же живые люди которые предлагают свои объекты для продажи но мы понимаем что первичный рынок сегодняшний день это просто как и вторичный рынок еще долго долго там ничего не будет продаваться я уже не говорю о том что там что-то будет строиться то есть это по привычке может быть месяц может по не знаю сколько времени пока будут эти объявления буду они говорить еще раз повторюсь это их эфемерная величина которая характеризует настроение украинцев в городе одесса и так мы видим что в феврале месяце стоимость средняя у нас в гривнах продается на первичном 10 долларов я сделал 668 долларов что показывает нам динамику снижения за месяц у нас на целых 30 сотых процентов это квартиры эконом класса дальше мы рассмотрим квартиры комфорт бизнес класса я совместил эти два класса зачастую комфорт компании застройщики продают как бизнес класс поэтому это среднее арифметическое число в долларах 953 доллара за квадратный метр что видите еще динамика роста сохраняется положительно но это всего лишь как бы мы говорим о том что происходило феврале месяц плюс на целых 32 сотых процента ну и последнее это элит класс здесь уже мы видим пока ведь вас строится в киевском и приморском районе это все центральная часть города одесса видим также что в феврале 1413 долларов за квадратный метр и динамика положительного роста плюс на целых 21 сотых процентов закончили говорить о колебаниях давайте теперь кратко пройдемся фотографию такой график рисунок гистограмма период исследования год видим что феврале 2021 года стоимость квадратный метр семьсот двадцать два доллара это у нас вторичный рынок социальное жилье и феврале уже две тысячи двадцать второго года 802 доллара вот видите здесь вверх такая поднимающаяся восходящая гистограмма в феврале месяце начинает менять свое направление вниз то есть там под один процент чуть меньше на округу мы увидели только за 24 февраля по 28 февраля то есть четыре дня за один порядка одного процента снижение стоимости квадратного метра в целом по городу если говорить что происходило за год видим что темп роста плюс 11,08 процента здесь как это происходило также даем индекс стоимости единичка запятая 111 что это такое это макроэкономический показатель который характеризует изменение стоимости во времени видим вот эта стоимость долларах как она меняется во времени как его мы находили это вот 702 делим на 722 получается вот это индекс стоимости которые мы на протяжении многих-многих лет в общем-то давали финансовым учреждениям ну я реально понимаю что к сожалению ближайшее время этот индекс нафиг никому нужен связи с тем что мы наблюдаем за окнами своих квартир и в офисах и так друзья давайте попробуем подвести итоги итоги как вы видите достаточно закономерно кто помнит о чем я говорил год назад как минимум я говорил о том что несмотря на то что экономика украины находится в общем-то не самом лучшем состоянии макроэкономические показатели показ основные показывают что не растет экономика а рынок недвижимости жилой в данном случае показывал нам какие-то стахановские темпы роста неадекватные каждый месяц по два по три процента и я предполагал что в 2000 выступившем 22 году конце первого квартала мы увидим снижение стоимости квадратного метра это будет связано именно с тем что рынок недвижимости является сегментом украинской экономики он не может не может отдельно от экономики развиваться хотя все риэлторы кричали и говорили о том что андрей ты не прав посмотри сколько всего продается все только дорожает и будет дорожать а ты занимаешься тем что панику так сказать разводишь люди бы лучше покупали недвижимость слушали видео ну я без злобы это говорю каждый праве думать так как он думает я конечно же не предполагал что будет война и никто это не предполагал вот видите как все странно происходит в этой жизни мы наблюдаем что в феврале месяце стоимость квадратного метра уже начало снижаться это естественно связано с боевыми действиями на территории украины данная тенденция будет продолжаться данная тенденция снижения стоимости будет продолжаться пока будет длиться война и ни о каком рынке недвижимости мы просто понимаем что ничего не будет продаваться ничего не будет покупаться это и чисто юридически нельзя сделать и в условиях войны я не видел ни одного сумшедшего который хотел бы купить себе недвижимость в украине да ну продать бы наверное ноги хотели но вот эти еще раз эфемерная величина которая вам говорю это средняя стоимость квадратного метра которую мы отслеживаем опять же по цифрам это живые люди которые дают объявления по привычке понятно что утопающий за соломинку хватается поэтому пока эти объявления будут интернет порталах которые попадают наше поле зрения я буду вести эту рублику о рынке недвижимости украины но естественно по большей части по городам западной украины по городам центральной украины где не дошла еще война сегодня вечером запишу видеоролик по городу днепр где в принципе тоже мы война не дошла но мы увидим определенные тенденции которые понятно что связаны со снижением стоимости квадратного метра и так друзья хочу пожелать вам всего самого хорошего не паникуйте от войны не убежишь сохранять спокойствие ну и до скорой встречи дальнейших видео которые я по миру буду записывать